Набираем 1200 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Джеймса Дэвиса FIFA 22. Огромное спасибо вам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе, ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками. Мы в прошлой серии бились в Лиге Чемпионов и Джеймс Дэвис на своих плечах смог протащить Барселону в матче с Баварией, с весьма непростым соперником, много было там интересных эпизодов, кто не смотрел, ребята, обязательно посмотрите. Ну а сегодня нас ждет продолжение борьбы в чемпионате, а также финал Кубка Испании. Так что усадьтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и давайте, ребята, начинать. Также не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, залетать в телегу и на канал Трова, где у нас бывают стримы. Все ссылочки есть в закрепленном комментарии. Я по просьбе многих поставил рейтинг Дэвису 92, немножко подраскидал статы, посмотрим, посмотрим, как он будет играть. И, кстати говоря, вот сейчас 92 у нас при тех же самых параметрах, которые и были. Рост 176, вес 70 килограмм, при том, что можно еще немножко подраскидать и сделать рейтинг 93, не меняя рост вес, то есть чисто за счет перекидки навыков. Джеймсу Дэвису осталось не так много до рекорда, он в прошлой серии показывал себя весьма и весьма неплохо, и сейчас мы, ребята, имеем превосходство от 6 очков над Реалом и Атлетико Мадрид. Давайте отправляться на игру с Айбаром, это хороший шанс забить пару мячей, заодно посмотрим, как Дэвис будет себя чувствовать с новым рейтингом. Ну и, ребята, поехали. Вчера была очередная бомбическая серия за шальки 0-4, кто, ребята, не смотрел, обязательно посмотрите. Снова очень напряженные, драматические матчи и накал страстей уже с самого старта сезона. Также, возможно, завтра, ребята, будет стрим, так что обязательно подпишитесь на канал Трова, ссылочка на него есть в закрепленном комментарии. Но это пока не точно, вся инфа в телеге. Ну а у нас, ребята, начало матча против Айбара. Идет дождь, мы начинаем эту встречу с центра поля, поехали. Остался всего лишь один гол Джеймсу Дэвису до 50. Ну вот так вот он разошелся в этом сезоне. Джеймс Дэвис попытался пробить, пока по скользкому газону соперник этого сделать не позволяет. И при этом они еще и летят в контратаку. Шестая минута, и Барс сейчас на левом фланге пытается что-то придумать. Но наши защитники молодцы. Не позволили заработать даже, ребята, угловой. Дальний выстрел Джеймса Дэвиса. Попытался он в одно касание за шиворот закинуть. Но, к сожалению, не получилось. Пятнадцатая минута, но мы так, пока пристреливаемся. И как нам только что написали, сегодня может быть исторический день Джеймса Дэвиса. Если он забьет свой гол, то, ребята, он будет у него уже пятидесятым. Ну а пока снова и Бар в атаке. Неплохой перевод мяча. И Терштеген вступает в игру. Вот уже и хозяева, ребята, огрызнулись. Получает Джеймс Дэвис по ногам. И арбитр сразу же достает карточку. Он уже не будет церемониться, ребята. Когда вот так жестко в подкате влетают, тут можно иногда и красную показать. К концу фати им. Пас на Джеймса Дэвиса. Удар в дальний. Нет, немножко даже в ближний он пошел. А потом Дэвиса подтолкнули так, что он кувыркался по всей штрафной. Удар по воротам. Неплохо. Дембеле прикладывался. Несильный, но весьма точный удар. Летел в дальний угол. Галкипер дотягивается. 31-я минута. Ну и снова и Бар на контратаке. Они пока за счет контратак только действуют. Сейчас небольшой провал в нашей обороне. Но защитники молодцы. Джеймс Дэвис. Ну а вот теперь надо бежать. Теперь надо бежать Джеймсу Дэвису. Он уже залетает в штрафную. Убирает защитника Дэвис. Пробивал в дальний с правой, но вратарь и Бара на месте. У нас 40-ая минута. 5 минут до конца первого тайма. Опаснейший момент добивания будет. Нет, здесь просто шикарно. Разыграли футболиста и Бара. И честно скажу, этого не ожидал даже я. Уж не то, что Терштеген. Я думал, что будет добивание в ближней. Но пошла очень тонкая передача в борьбу. И из этой борьбы футболисты и Бара выходят победителями. Это 1-0. За 4 минуты до конца первого тайма. Вот так вот хозяева повели. Ну и концовка сезона, как я и говорил, ребята, весьма для нас непростая. Сил сейчас немного, и любой соперник может доставить проблем. Начинают за вторые 45 минут. Пока по созданным моментам мы впереди. Но вот по счету, ребята, хозяева смогли забить и выйти вперед за пару минут до конца первого тайма. Посмотрим, что получится во втором. Нам нужно прибавлять. Нам нужно, ребята, сейчас играть только на победу. Забросик на Фати. Здорово. Фати мяч принимает Джеймс Дэвис. Его дальний выстрел слева и накрыли. Джеймс Дэвис сейчас набирает скорость. Дэвис. Хорошая передача. Джеймс Дэвис бьет поворотом, ребята, и забивает свой 50-й гол. 58-я минута. И здесь мы очень классно отыгрались. И с Бернарду Силвой, и, если я не ошибаюсь, с Заньолой. Ну и Дэвис, молодец, вот так вот резанул мяч под дальнюю штангу. Это 1-1, 58-я минута, и нужно добавлять. Нам сейчас ни в коем случае нельзя проигрывать. Ну а Джеймс Дэвис, ребята, забивает свой 50-й гол в 32-х матчах. Но и Бар не сдается. Они уже в нашей штрафной. Пытались что-то придумать. Джеймс Дэвис ушел от подката. Ждем сейчас Заньолу. А можно сыграть и на Фати. Классный пас на Дембеле. Дембеле, навешивай в штрафную. Ну же, Дзаньола. Я не понимаю, почему он останавливался. Почему ты останавливался? Нужно было просто бить в одно касание. Забросик на Ансу Фати. Фати. Прострел. Поворотом соперника. Но голки первых. В порядке. Ансу Фати. Снова Дэвис. Мяч попадает в руку. И это кажется 11-метровый. 74-я минута. Снова радиоуправляемый мяч Джеймса Дэвиса находит руку соперника. Но черканул по кулачку. Нужно держать руки поближе к телу. Джеймс Дэвис. Берет разбег. Бьет поворотом, ребята. И это 2-1. Это 2-1. Это дубль Джеймса Дэвиса. И мы выходим вперед в непростой встрече. Но играть еще чуть больше 15 минут. Здесь четко Дэвис уложил в угол. Но кто знает, если бы голки пер прыгнул, то возможно он бы смог достать. Джаньола. Снова передача на Джеймса Дэвиса. Дэвис набирает скорость. Залетает сейчас штрафную. Дэвис. Как классно разыграли. Какой моментище. И Джаньола чуть не проломил ворота. Ну а там уже на добивании. Просто Бернарду Силву не хватило роста. Ну и тут Джейбар пытается что-то придумать в контратаке. 10 минут еще есть, ребята. И игра начинает набирать невероятные обороты. Опасная передача. Скидка под удар. И мяч проходит рядом со штангой. Забей сейчас, Айбар. Это уже была бы ничья. И снова опасно. Пытались пробить ближний. Накрывают защитники. Последние минуты основного времени. У нас еще одна замена. И угловой. Угловой удар у наших ворот. Мы как обычно на отскоке. Пошла подача. И мяч. Мне показалось, мяч залетел в ворота, ребята. Но он прокатился по ленточке. Вот это, конечно, просто какая-то фантастика. Я ожидал, что он уже закатился в сетку. Но, видимо, не до конца, ребята. Не целиком. Джеймс Дэвис. Вот и его еще один момент под занавес тайма. Смотрим. Но целиком, целиком, ребята, не было пересечения линии. Поэтому гола, ребята, нет. Вот это момент. Еще одна подача. Отбивается Ибар. И на этом звучит финальный свисток. Вот такая вот, ребята, развязка этого матча. Джеймс Дэвис устанавливает рекорд. 51 гол. Ну и давайте смотреть, что ждет нас дальше. А у нас, ребята, игра против Атлетико Мадрид. И сейчас это шанс для них, если они смогут выиграть, приблизиться к нам. Мадридский Реал тоже не отстает. Продолжение у нас вот этой вот борьбы тройки лидеров. Ну и давайте смотреть, как дела обстоят по составам. Ну, усталость есть у обеих команд. Вот так вот выглядят стартовые составы. И, ребята, поехали. Ну а после этого матча с Атлетико Мадрид нас ждет как раз-таки финал Кубка Испании. И это будет шанс завоевать трофей. Но для начала нужно выложиться по максимуму в матче против Атлетико Мадрид. А вот Кубковая игра у нас буквально через два дня на третий. И что будет там, ребята, я не знаю. Сил не так много. И сейчас в эконом-режиме с Атлетико мы сыграть тоже не можем. Нужно. Нужно выигрывать. И нужно, ребята, забирать три очка. Если сейчас мы побеждаем, то, можно сказать, Атлетико уже не приблизится к нам. Это я могу сказать с уверенностью. Там будет разрыв девять очков. Если Мадридский Реал выиграет, то они так и сохранят шесть очков. Ну а вот Атлетико отстанет. Набирает сейчас скорость. Видит передачу Бернарду Силову. Тот дальше играет на Дембеле. А вот Дембеле просто не попадает по мячу. И тут же Атлетико несется в контратаку. Мы помним, какие жаркие противостояния были с ними по ходу сезона. Ну и сейчас какой провал в обороне. И Терштеген спасает. Ну вот я не знаю, ребят. Смотрите, вот то же самое происходит, что и в карьере за шальки. Центр обороны просто расступается. И вот то же самое бывает у нас и в шальке. Когда ты переключаешься... А там раз за разом защитники. Ой-ой-ой. Снова грубо. Желтые. Раз за разом пытаются просто сломать Джеймса Дэвиса. Мяч попадает в руку Гравенбергу. Джеймс Дэвис подходит к мячу. Ох, как я не люблю эти штрафные ребята. Попытка удара Дэвиса. Мяч видели, как немножко вильнул в воздухе. Это было весьма интересно. Но жаль, слишком просто для галкипера. 22-ая минута. Жао Феликс сейчас понесся в нашу штрафную. Уже залетает, простреливает. Но здесь спокойно действуют наши защитники. Пытался обыграть. Его снова запинали. Но арбитр считает, что там никакого нарушения правил не было. Перевод к мячу налево. 26-ая минута. И снова наша оборона, ребята, справилась. Удар по воротам от Бернарду Силвы. Яно Блоктащи. 31-ая минута. Пока, ребята. У нас 0-0. Плотненько Жао Феликс держал сейчас Джеймса Дэвиса. Дэвис. Пытался в коридорчик просунуть мяч, но не вышло. И тут же Атлетика понесся в контратаку. Удар по воротам есть. Отбиваемся. Пока не очень здорово все получается в атаке. И снова Атлетика через правый фланг, через Саку. Несется вперед. Подача в штрафную. И 1-0. Я не знаю, как здесь два наших защитника не смогли сыграть по этому мячу. А в итоге... За спиной оказывается Жао Феликс, который не растерялся. И тут же поразил ближний угол ворот Эрштегина. 1-0. Атлетик и выходит вперед, ребята. Ну вот не получилось. Как следует выбить. Хотя, казалось бы, простой навес. Ничего опасного. Выбивай. Но чаще всего он в такой простоте. И, ребята, появляется какая-то сложность. Джеймс Дэвис. Дальний удар по воротам. Но Яноблок спокоен. Тем временем мадридский Реал выигрывает у Кадиса. 1-0 на выезде. Ну, там я бы посмеялся, если бы мадридский Реал уступал. Ну, а мы пока уступаем, к сожалению, Атлетико Мадрид. Не самый очевидный удар. И, к сожалению, Жао Феликс вывел Атлетико под занавес первого тайма вперед. Из-за ошибки нашей защиты. Но нужно. Нужно не сдаваться. Нужно идти дальше вперед в атаку. И пытаться хотя бы сыграть ничью. Так, разыграли. Удар по воротам. Молодец Терштегген. Ну, хотя бы в таких моментах Терштегген, ребята, спасает. А Атлетико очень яростно атакует. Бэйли появляется вместо Саки. Концу Фати. Хороший пас на Дэвиса. Тот полетел в штрафную. Ну же, Дзаньола. И спасает Яноблак. Но атака продолжается. Дэвис. Пас в центр. Дзаньола. Ну же, забить. Вот и Ансу Фати, ребята. 62-я минута. Вот уже и он прошивает в ближний тех же самых ворот, где пропустил, ребята, гол. Терштегген от Жао Феликса. Ну и Дэвис не пожадничал. И Дзаньола шикарно сыграл. Ну и, конечно же, на завершении. Как вишенка на торте. Выстрел Ансу Фати. Он забивает, ребята, гол. 1-1. 64-я минута. Никто не будет сдаваться. Вся борьба еще впереди. Играть больше 25 минут. Жао Феликс. Неплохой перевод мяча на Байли. Он свеженький. Подача в штрафную. И снова все проскакивают мимо. Дэвис. Не получилось выиграть верх. Жао Феликс. Ой-ой-ой. Вот это, ребята, моменты. Хороший выстрел. Заньолы. Но Яноблок спасает. И тут же выговаривает в своей защите. Дэвис пробивает по воротам. Заньола добить. А был офсайд, по-моему. Был, по-моему, офсайд. Нет. Нет. Это был удар от ворот, ребята. Никакого офсайда. И Заньола простил. Атлетика. Крутит Дэвис в дальний, но слишком сильно. Пытался с правой в дальнюю девятку попасть. Но концовка, концовка. Хотя бы сейчас за нашей командой. Но, ребята, играть еще порядка десяти минут. Жао Феликс. Скидка. Будет ли удар? Удар есть. Эрштеген спасает. Жао Феликс. Все-таки доставил до партнера мяч. Ну а вот здесь не выключаться. Здорово. Две минуты добавил главный арбитр. Они, ребята, уже почти истекли. Джеймс Дэвис. Не позволил ничего сделать сопернику. И все. Это, ребята, финальный свисток. Это ничья 1-1. И давайте посмотрим, как сыграл Мадридский Реал. У Атлетика было чуть больше владения. Чуть больше ожидаемых голов. У нас было чуть больше ударов. Но и, в принципе, игра была довольно равной. Мадридский Реал выиграл 3-0. Ну а сейчас нас ждет финал. Кубка Испании. Матч против Бетиса. Давайте, ребята, смотреть. Вот так вот выглядели стартовые составы команд. У нас есть усталость. Усталость есть и у соперника. Но у нас почти весь состав уставший. А у них всего лишь пара футболистов. Ну, ребята, поехали. Это шанс для нашей команды сейчас завоевать трофей. Мы играем с не самой серьезной командой. Но, ребята, как мы видим, последние матчи складываются в сезоне не очень просто. И Бетис сейчас, я думаю, отдаст все силы, чтобы побороться в этом финальном матче и постараться выиграть кубок. Для них это хороший шанс. Это все-таки не борьба в чемпионате. Ну и раз они смогли дойти до финала, значит, ребята, силы у них есть. И посмотрим, чем они смогут нас удивить. Ну и нам. Нам нужно тоже постараться показать все, на что мы способны. Здорово развернулся. Ушел от подката Дэвис. Забросик на Бернарду Силву. Тот переправляет мяч в ворота и забивает гол, ребята. Бернарду Силва. Аккуратно протолкнул головой мяч в дальний угол. Не дотягивается голкипер Бетиса. И вот такое вот начало уже на пятой минуте. Джеймс Дэвис оформляет голевую. Ну а Бернарду Силва забивает свой первый гол в этом матче. Ну вот аккуратно разыграли и застали соперника врасплох. А все началось, кстати говоря, с отбора Джеймса Дэвиса в центре поля. И снова здорово. Дэвис. Давай, давай, Дэмбеле. Бернарду Силва. Еще одно забегание. Еще один момент и 2-0. Ну сегодня просто какой-то праздник у Бернарду Силвы, ребята. Я ждал до последнего Дэмбеле. А в итоге забежал Бернарду Силва и бахнул в ближний. Бетис нокаутирован в первые 11 минут два гола. И пока всю игру сотворили Джеймс Дэвис и Бернарду Силва. Ну а вот и атака Бетиса. Они уже на поступок к нашей штрафной. Но здесь сразу два защитника играют в хорошем отборе. И не позволяют сопернику пройти. Здорово. Дэвис. Передача на Дэмбеле. Шикарно. Пробрасывает Дэмбеле. А вот Дэвис, к сожалению, убежать не сумел. У нас близка 30-я минута. Атака Бетиса. Будет ли удар по воротам? Удар по воротам есть от Долберга. Но Терштегген дотягивается и переводит на угловой. Джеймс Дэвис. Заньола. К концу Фати. Хороший забросик. И можно сыграть сразу в центр. Заньола. Но это по самолетам. И снова Джеймс Дэвис. Забросик на Бернарду Силву. Ну же забивай. Это был шанс на хэт-трик. И успел. Успел он к этому мячу. Но, к сожалению, не получилось пробить сильно. И голкипер в ближнем спасает. 5-3 по ударам после первых 45 минут. Но в первые 10, ребята, мы забили аж два мяча. Две передачи Джеймса Дэвиса. Два удара Бернарду Силвы. И 2-0 на табло. Мы продолжаем. Вторые 45 минут финала Кубка Испании. Ну и все пока идет к тому, что, ребята, мы сможем. Выиграть. Классная передача Бернарду Силва. Пытался выкатить на Дэвиса. Но голкипер успел отразить этот выстрел. И Бетис идет в контратаку. Опасная передача под удар. И снова Терштеген в игре. 71 минута. Угловой. Бетис не сдается. Пытаются забить хотя бы один. А там, глядишь, может быть, навал, какой организуют. Но сейчас Джеймс Дэвис выкрадывает мяч у соперника. Прокидывает его дальше. Бернарду Силва. Все-таки смог отвоевать футбольный снаряд себе. Следующая игра у нас, ребята, против Ливерпуля. Опасная передача. Удар по воротам. Бетис забивает гол. Это Долберг. 2-1. 78 минута. Я говорил, что Бетис не будет сдаваться. И здесь не успела уже наша оборона. Вот то, что получалось в первом тайме, не получилось. Сейчас Каспер Долберг забивает свой третий гол в пяти играх. И сокращает отставание в этом матче. И снова Бетис пошел в атаку. Опасная передача. Терштегин выходит, спасает. Будет ли добивание? Бетис сейчас, ребята, начал возить. Да, раздосадован Долберг. Это был шикарный шанс. Но атака у нас еще один угловой. Последняя пятиминутка основного времени. Давайте, давайте, ребята. Плотнее сдерживаем соперника. И снова Терштегин. Мяч просто в него попадает. Ну и все. Просто придержать мяч. Просто придержать мяч. И это финальный свисток. Непростой кубковый матч. Но это победа. Это, ребята, кубок для нашей команды. Одно дело сделано. Остался у нас, ребята, еще чемпионат. И Лига чемпионов. Но там еще дел вагон. Я надеюсь, серия вам понравилась. Обязательно поддержите ее своим лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Не прожимайте колокольчик. Ну и также не забывайте залетать в телегу. Не на канал Трова. Ссылочки есть в закрепленном комментарии. С вами был Локи. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok